Господа, Л-62Анти-2, самая настоящая антитанковая зенитка. Посмотрите на этот казан, в нём сидит экипаж и здесь торчит аж 40-мм пушка, которая вполне способна не только сбивать самолёты, но и танки. А вот насколько эффективно, это предлагаю вместе с вами выяснить в бою. Броней у этой штуки нет, подвижность проверим, погнали. Итак, отправляемся в бой. Нужно, конечно, помнить, что это зенитка. Максим, остановись. Не беги сломя голову умирать. Это нужно напомнить себе. Ну, не забываем, что так и получится. Ладно. Итак, что ж такое казан? Ну, это вот такая вот зенитка на базе СТРВ, по-моему, какого-то шведского. И у нас есть 40-мм автопушка, которая очень напоминает Бофорс, если это не она же и есть. И пробитие 79 мм в упор. А на дистанции в 500 метров 60 мм мы пробиваем. Это значит, да, КВшки мы не пробиваем, конечно, но мы пробиваем 34-ки, пробиваем литые шерманы, пробиваем панциры в особенности. ЛТшки всякие и прочее-прочее. Скорострельность у нас невысокая, так что не знаю, получится у нас что-нибудь или нет. Но, тем не менее, для зенитки это очень неплохое пробитие, а самое главное БРТ 2.7. Мы с этими самыми КВшками встречаемся, ну вот, едва-едва и еле-еле. Черчилли, наверное, для нас еще страшными будут. Самая проблема главной этой зенитки это броня, которой нет, там 12 мм, нас даже пулеметы пробивают. Да и плюс он у кого-то башка торчит. Не будем тыкать пальцем в этого человека. Но, естественно, это чисто геймплей крыски на такой зенитке, раз брони нет. Подвижность, ну, сойдет. Не имбовая, но нормальная. Все. Встали, стоим, ждем. Кто ты такой? Какой-то Т-50-ый, что ли? Давай его на густую поставим. Угу, поставил. Десять раз. Ой, а вот назад эта штука не едет совершенно. Это печаль. Я не знаю, фугас у меня сейчас, наверное, получается, должен быть заряжен, да? Перезаряжимся на бронебойной. К сожалению, бронебойной ленты как таковой нет. Ну, вернее, как. Она есть, но она есть вот в таком виде. Все равно будет три бронебойных снаряда и пробитие чуть меньше, в упор. А на мой взгляд, наверное... Ну, может и попробуем. Но на мой взгляд, это не то немного. О, смотри, что мы сделали с этой штукой. Правда, мы ее не убили. Это жаль. Ну, ничего. Дело еще сработаем. Так, а куда его убить надо? Он не умер. Я не понимал, куда ему стрелять надо. А он не умер еще. Погоди, стой. А БК у тебя будет взрываться? Ну, когда-нибудь. Взорвалось. Отлично. Так, там казан кого-то еще гнобит. Что-то мы просто ворвались. Кучей казанов. И как начали доминировать эту точку. По крайней мере, пытаться. Уже есть фраг. Уже есть помощь в уничтожении той сушки. Да, много, конечно, они съедают всего. Вон, Т-50 откинулся. От еще одного казана. Точка за противником. Это печально. Мы там видим СУ-122. Можно попробовать поставить ее на гуслю. Ну, отвлечь ее просто, соответственно. Да, скорострельности прям вообще нет. Но она на гусле. Пусть стоит. Кайфует. Тем более, я ее отметил на миникарте. Вон, авиация летит. Меня, естественно, убивать. Не быстрая прям, откровенно, башня. Но мне повезло попасть. И первым же выстрелом ЛА-2 порвали. Ну, 40 миллиметров, когда влетает в самолет. Я думаю, самолету не нравится. О, еще ваншотик. На этот раз Крусейдера. Хотя, по-моему, он все-таки был покосан кем-то. До этого. Ну, и вот. Уже самолет. Уже фраги. Красота. Ну, понятно, этот самолет об меня сам убился. Если бы он маневрировал, пойди-ка попади с такой скорострельностью, которой нет. Он еще летит. Опять мне мстить летишь? Или у тебя какие-то особые виды на все это дело? Точку С мы удерживаем, слава богу. Удерживаем точку С. Как-то его плоховато видно. Да, здесь около точки какая-то возня происходит. На, мне несподручно ехать. Там дистанция большая. У меня пробитие на орудии не останется. По-моему, это опять какой-то то ли Ил-2, то ли что-то очень похожее на это летит. Да, медленная башня, очень тугая. Это у меня еще экипаж топовый. Со стоковым экипажем, как зенитку, эту штуку использовать будет, ну, решительно невозможно. На топовом экипаже, ну, вот помогая корпусом. Я вроде его ждал, а все равно не успел. Я вам просто до него не навожусь. Да, очень плохо стреляю. Тяжело. Если он на тяне летит в лобешник убиваться, то с авиацией, ну, нечем справляться. А его еще и не видно. Да где он? Он заходит, как назло. Вон как хитро. Ну, этот опять обменял. Умирать летит. Только он урон не получает. А, ладно, я выжил. Я уже хотел пожаловаться. Но я выжил. У нас здесь танк какой-то. Это Т-50. Нет, криты. У него красный экипаж. Я его пробил. Нет. И он урон просто не получил. Серьезно. Вот ты негодяй. Давай возьмем еще раз эту зенитку и пойдем точку Б обратно отвоевывать. Наверное, надо брать бронебойную ленту. Не хватает снарядов с такой скорострельностью, блин. Каждый бронебойный на счету. Ну, смотрите-ка. Два самолета, два фрага, две помощи. АТ-50 выжил только потому, что повезло им. О, а вот за него и помощь засчитали. У них все авиация летит и летит. Один вон факел прилетел. Еще один. Здорово. Но, да, против авиации, конечно, это прям совсем не ок. Невозможно попадать по технике. В воздухе. Четыре самолета, что? Мне кажется, мы не выживем. Они, если сейчас нас захотят убить, но они нас убьют. Ты даже их всех, ну, не проконтролируешь никак. Их просто слишком много. А учитывая это довольно медленное наведение на хорошем экипаже... Да. Пока не ясно, какая тут баллистика. Ну, чтобы он реально летел прямо в лобешник. Да. Отвернулся на одного, на этого... Просто не успеваешь наводиться ни на кого. То есть, ну... Л-62 анти это вообще не противосамолетная зенитка. Ни в каком виде своем. Этот закусился с ним. Зато вверх хорошо наводится. Это, конечно, здорово, но... Это мне сейчас никак не поможет, если меня захотят уничтожить. Эти вроде за нашим все гонятся. Ну, тут я даже обвинять игроков не буду на Л-62 анти, что они не сбивают самолеты. Потому что как на нем сбивать их, это... Неизвестно. Тут еще падение снаряда какое-то очень интересное. Да... Да я просто не навожусь! Да пожалуйста! Да как по нему попасть? Ой, наконец-то, он просто в меня... Ой, повезло, что и вот эта штука меня прикрыла. Иначе бы я сейчас умер. Он успел меня все-таки пробить. Да. Если самолет не летит прямо на тебя... Я не знаю, как кого-то сбивать. Абсолютно нечитаемая баллистика и отвратительная скорострельность. Вот пока они вот летят прямо на меня... Норм. Попадание с 40-мм снарядом действительно... Ладно, хоть мы выжили, и на том спасибо. Почти умерли. Два самолета что-то там пукс ренькнули в мою сторону. И все. Ну, зато четверых сбили. На самом деле я не уверен, можно ли вообще когда-либо больше сбить. Ха, на этой штуке вообще в целом. Да и у них команда закончилась как явление. Прикольно. Почти ядерку набили. Если бы тут ядерки были. Так что, хороша ли эта зенитка? Да, черт подери. Посмотри, что она творит. Ну, боюсь, уже в этом бою мне нечего делать. Поэтому пойдем в следующий... А, вон авиация летит. Погоди, сейчас меня отправят в следующий бой. Сейчас меня отправят. Мне кажется, они успеют долететь. Боекомплекта, кстати, не так много, если прям постоянно стрелять. Давайте их как-нибудь на себя привлечем. Внимание. У меня же цветные трассеры вот эти. Они должны их видеть. Должны на меня как-то заагриться, может быть. Ну, давай, давай. На меня, на меня, на меня, на меня. Он не на меня идет. Обрати внимание, скотина. Я для тебя что? Шутка какая-то? Во, обратил внимание. Да? Да. Так он меня сейчас убьет. Я не попадаю по нему. Он даже не стрелял по мне. Он просто решил поугарать. Оно то выше, то чуть-чуть ниже. Потому что у него падение снаряда начинается сразу. Ох, отвратительная пушка. Против самолетов. Где там этот биплан? Как шведы вообще с этим жили? Военным нормально все было? Все устраивало? В этой штуке. Блин. А, его не сбили. Я думал, его сбили. Вон, падение снаряда просто абсолютно нечитаемое. Ура. Наконец-то прям в жбан. И еще один. Дабл килл. Офигеть. Мы сбили на этой штуке шесть самолетов. Я в это просто не верю. Ладно. Они умерли, обменяв шестером. Но, но тем не менее. Вау. Вот это бой, конечно. Бонус за мастерство. Да я вообще нереальный перец. Погнали в следующий бой. Классно. Так, давайте попробуем теперь больше переключиться на танчики. Опять я ленту не поменял. Ну ладно. Еще умрем в этом бою. Можно не переживать. Возьмем другую ленту. Ну там действительно в упоре, конечно, пробития сильно меньше. 68, а здесь 79. Но с другой стороны 68. Хорошо. 68. Этого достаточно все равно, чтобы пробивать панцир. Какой-нибудь четвертый или 34-ку в башню. То есть ты катастрофически не теряешь никакой возможности. А на дистанции в 500 метров там пробитие уже одинаковое, по сути. Получается. Здесь потому что... А, нет. Здесь все-таки 60, а здесь 50. Все-таки разница-то есть, блин. Ладно. Не буду переключаться. Потому что так я увеличиваю дистанцию пробития свыше 500 метров. А там 500 метров и все. А-ля улю. 34-ка становится для тебя неуязвимой. Так как нам такое не нравится. Закинем артиллерию туда. Надо было раньше, наверное, начинать. Ну, а поделать. Да, понятно. Камни. Ну, скорость движения назад отвратительная. Скорость поворота башни, ну, прям на грани комфортной. Ну, этой штуки прям. Да почему я не могу здесь заехать? Где здесь камень? Здесь нет камня. Почему меня стаскивает направо? Почему ты не заезжаешь здесь? Я не понимаю. Здесь же нет ничего. Вот, 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 ровный, ровный подъем. Ну, давай. Здесь просто текстуры вот залагали. Видите, у них не срослись текстуры просто. И они решили, что, ну, да и хер с ним, собственно. Кто будет эти карты тестировать? Я не могу здесь заехать. Потому что текстуры не склеились. Ммм. Вкусно. Вот. Другое место. И я заезжаю. Потому что что? Правильно. Здесь текстура нормально легла. Кэ. Картодел. Кэ. Катамаран. Кэ. Буква Зэ. Иди сюда. Зэд. Общественник. Зэд. Господин. Зорро. Самый настоящий. Так, врагов тут много, я слышу. Выезжать страшно-страшно. О, Зорро, все. Черный плащ. Только свистни, он откинется. Я могу его пробить этот? Ну, в борт же, ну в борт. Там боеукладочка. Давай, взрывайся. Ага. Боекладка чуть-чуть тут. Нет, она оранжевая. Этот урон по боеукладкам меня когда-нибудь доконает, и я просто свистнусь флягой. О, смотри-ка, борт там стоит. Так, а у тебя боеукладка будет танковать так же? Будет, конечно, оранжевая БК. Ура, взрыв боекомплекта произошел. Всего четыре попадания нужно. В тундре, как говорится, нет ХП, но если надо, то есть. Ты смотри, что летит, а. Ля ты какой красивый. Обратим... Ооо, попал. Да ладно-ка, еще и с поджогом. Не верю. Ой, сбит. Еще раз попал по нему. Да, тут довольно всратая баллистика. А на меня просто... Вся кодла, которая у них есть. 200 миллиардов самолетов. Я их убил, они сели сразу на самолет и пошли бить мне хлебало. Да, у нас все точки проиграны. Отлично. Сейчас меня обоссут. Ну, куда-то туда. Так, вроде у нас авиация появилась какая-то, но это вроде как все штурмовики, которые мне вот, ну... ничем не помогут. Кроме своего наличия. Да. О, попал. Да еще. Хорошо. Поджог. Слава богу. Все-таки по самолетам можно стрелять. Просто надо руки примить. Да, господи, да хватит! Да сколько вас! Ну, официально я обоссан самолетами. Ну, просто невозможно такое количество самолетов победить. Я их всех просто раздраконил, и они все решили убивать нас полететь. Там самолета, наверное, 4 или 5 вообще. Ладно, двоих мы сбили, ну... Как зенитка, эта штука тоже отрабатывает. Да и самое главное, мы двоих сначала уничтожили. Учитывая, что мы вообще-то на зенитке, первым респауном, что не свойственно немного зениткам, это неплохо. Но, да, против самолетов, конечно, лучше что-нибудь с браунингами или с автопушками более мелкого калибра. Потому что тут попадать... задача непростая. Особенно для новичков. Но у шведов, по-моему, альтернатив нет, поэтому страдайте. Так, этот горит. И этот вот не горит. Но это пока. Хе. Я думаю, Акан сейчас его подрубит. А он мертвый, что ли? По-моему, вот это уже все мертвое совсем. А вот это вот еще живое. Но теперь уже не очень. Потому что крупнокалиберный Акан абсолютно равняется крупнокалиберному браунингу. Даже усиленная его версия. О-о-о. Моя ненависть будет направлена. Веди меня дорогой приключений, моя 500-килограммовая бомба. Пока. А, я не двоих убил, только одного. У меня, кстати, оборонительная турелька есть, если что. Она мелкашная или крупная? А она крупнокалиберная. Хм-хм. Это мне нравится. Так, а у меня только один Акан, да? Да. Один. Да мне и одного хватит. Так, у них там авиация просто, ну, не прекращая, появляется. Там какая-то... А вот это вот АЕК, наверное. Он просто меня через дерево простреливает. Тебе нормально вообще, братан? Так, все. АЕКа мы успокоили. Там у них еще есть. Там просто... У них вся команда. Это зенитки и самолеты. Судя по всему. Пойдешь со мной, Влобешник? Пойдешь. У меня один пулемет. Че ты слышишь? Всего один маленький Акан. А-а-а, это ЯК, да? Мне кажется, меня все-таки убьют сейчас. Ну, можно попробовать посадить его на шесть. И умереть, судя по всему. А, нет, это Эмильчик. Давай, братишка. Ха-ха-ха! Простите, что с задержкой посмеялся, но я просто сначала даже не понял. А потом оказалось, что три патрона... ПУФ! И все. И ЯК погиб. Вот вам и крупнокалиберные Аканы. Тут и одного пулемета хватает. А у нас их даже больше. Да кто? Что тебе надо от меня? Ты будешь на меня заходить? Молодец, все. Предлагаю отправиться в ангар. Да что ты будешь делать, а? Тяжело, конечно, одним пулеметом попадать. Кучности стрельбы не хватает. Точнее как, кучности это хватает. Но наоборот, не хватает немножечко возможностей хоть как-то обосраться со стрельбой. Когда у тебя восемь пулеметов, хоть каким-то из них да ты попадешь. Да что ты... Чудак ты на С-7, а? Чуть не отправились с ним в волшебную страну. Под названием Звездюли. Да кто? Зачем? Я опять... Вон я... Декаль вообще мимо самолета появилась. Нормально все? С игрой. Что-то мне подсказывает. А, нет. А почему фул игнор? Они просто, ну как бы, друг друга договорились не трогать, а я не в курсе? Или как это работает? С одной стороны самолеты... Кайфу. Да почему я? Да что тебе я сделал-то? Да у тебя там... Хочешь умереть, умри. Молодец. А, ладно, зря я спрашивал, что я сделал. Действительно, я его же и пытался убивать все это время. У меня, по-моему, все стрелки умерли. Ну, нижний работает, но толку-то у меня от нижнего. По кому я стрелять собрался нижним стрелком? Да. Ну, это, по крайней мере, по крайней мере, пахнет победой. Ну так, на тоненького. Потому что точку УЦ они все еще удерживают. Забавно, что я с повреждениями все еще, в общем-то, летаю. Сказал я и ваншот просто от Шермана, которому делать нечего. Он стоит на базе, стреляет по самолетам. Молодец, молодец. Похлопаю. Им... Как я ненавижу американские танки в этой игре. Им даже зенитки не нужны, чтобы сбивать самолеты. Но люблю, когда за них играю, конечно. Это да. Ладно, погнали в следующий бой. Тут мы сделали, что могли, и я считаю, довольно много. Ну, первое место команды, как бы. Так, ну что ж. L-62-Анти отправляется в следующий бой, наверное, на точку С. Потом на Б, если выживем. Это самое главное, что нас интересует. Вот. Еще, кстати, один представитель прекрасной противотанковых зениток. Крусейдер антиэйр Марк-1. По сути, то же самое, только британский. И... У него корпус поинтереснее. Это корпус от... Крусейдера. У него брони чуть-чуть побольше. И подвижности, вроде как, чуть-чуть побольше. Ну, по ощущениям должно быть. Ну, башня у него, конечно, да, говна поела. Хотя наш казан, тоже, честно говоря, не самая лучшая защита для экипажа внутри. Но вот мы оба одинаково дырявые в плане башни. У него почему-то и брони там в этой башне тоже нет нифига. Налепили просто так. Чтобы от пуль винтовочного калибра защищало. Да и то не защищает до конца. Ну, одно дело реальная жизнь, другое дело игра. В реальной жизни, я думаю, с этим щитком лучше, чем без этого щитка. Как и вот на этой зенитке. Тем более, пожалуйста, смотри вон. Выискивай врага. Забавно выглядит, конечно, эта пушка. Прям. Ее можно вот разглядеть. Она все тут ездит. Туда-сюда. Блин, не получается. У меня остановиться вовремя. А где он? А, я не знаю. Я никуда не успеваю на ней. Это проблемка. Давайте-ка я вот сюда вот за рулю аккуратненько. Аккуратненько. Да. Конечно. 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 Верю. Верю, конечно. Конечно, верю. Верю. Конечно, верю. Верю. Да. Верю. Верю, конечно. Верю. Верю. Да, конечно. Желтый. Желтый пожелтевший. Пожелтевший экипаж. Я сначала даже не понял, что это Оказался жирный Как поезд пассажирный Странно, кстати, что наши на этот раз не поехали Вот сюда, вот слева Они обычно прям обожают здесь плескаться И я один еду на С Но сегодня День реверса какого-то Все решили сделать все наоборот Ну Не буду их осуждать, пожалуйста Меня только что убил бодипозитив О чем я могу вообще разговаривать Только о том, что его наконец-то грохнули Еееей Помощь в уничтожении засчитана Не стыдно слиться в лоб с ним на зенитке Просто я опять поехал вперед Первым И зачем-то сдох Ну как Зачем-то поехал и сдох Нет, не наоборот Это важно Да будет Пробиваться Это очко динозавра Но почему я встретил именно тебя Ну почему Я выбил ему спонсон Я должен был убивать его В ЛД Но почему Ну вот просто почему 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 Задаю вопрос я Ладно Давно я не смотрел на броню М3Ли Самое время, наверное, это сделать Итак Внешний вид Броня Анализ защищенности Швеция Где там у нас Казан Как он называется У них названия Непонятные Он 3-го ранга, что ли? Или я дурак? Да, он 3-го ранга БСки Было вот так Ага Желтое Ну это 500 метров Тут не было 500 метров Тут было 200 Он должен был сюда пробиваться Да не обязан Все ясно Игра сказала Пошел ты нахер Пошел ты нахер И все Пошел ты В жопу Вот сюда он пробился Как и должен был пробиться Пробился Оооо Ооо Жопа горит Жопа горит Он должен был туда пробиваться И он туда не пробился Я попал туда 2 раза Ладно Идем в следующий бой Ну что Поехали отъезжать от артиллерии На точке А А потом смещаться на точку Б Я так понимаю Через респаун Да? Ха Через появление Воскрешение На другом респе Ладно Разберемся сейчас Давайте сюда Сразу же Наверное Отправим артиллерию Пристреливаться Авось кого-нибудь зацепит И попробуем на этот раз Не умереть так Беспонтово От какого-нибудь Несчастного М3Л Потому что Обидно Очень обидно Как вы понимаете Произошло Все это дело Ну сарк уже Тут все захватывает А я Когда поеду в Египет Какой же он быстрый А? И какой же я Все-таки медленный Эти 20 километров Пердячим паром Еле-еле Ну окей Кто-то въехал На точку Видимо То ли вражеская пума То ли еще Какая-то хренотека Меня за эту наглость Интересно Захотят уничтожить Ну захотеть-то захотят Получится ли у них Когда-нибудь Я поверну Башню Вон там танки есть По которым Можно пострелять Но Немного это Неудобно И палевно Где здесь танки Меня очень сильно Интересует Вот этот господин На ЗИС-30 А он Будем получать? Спасибо Не сразу Но мы пришли с ним К соглашению Я его убиваю Он отдает мне Свой враг А где? Вон там Около респа По-моему Я видел Что-то проскочило Ладно Захват точки Мы оформили Это уже много Опа Кажется Сейчас я Как и обещал Уеду от артиллерии В ангар Хм А знаете что? Это что за призрачный гонщик Там Встану в относительно Неожиданном месте Подальше от артиллерии Да Союзников Не так много Как хотелось бы Мне нет смысла На самом деле Прям как-то Дико сильно рыпаться На этот счет Наоборот Лучше стоять А не отсвечивать На моей зенитке Да что здесь такое? Я его не вижу Во Увидел Наконец-то А-34 Его нельзя Убить Его нельзя Уничтожить Он не уязвит Точка почему-то Не берется Да? Даже не знаю почему Я думаю Он просто не ожидает Такой наглости От меня Поэтому можно его Спокойненько оформить А-а-а Нет 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 О-па-па Вот это тебе не повезло Дружище У меня пробития хватает Чтоб тяшить Сказал я И начал не пробивать О Наконец-то Да кто ты Не надо Дядя Дядя Подумай об этом Еще раз Да опять казенник Первым же выстрелом Да ты серьезно? Да как? Почему казенник? Ну почему? Зачем я выживаю? Да убей ты меня ваншотом Почему казенник? Почему я должен смотреть Как меня просто По кусочку расчленяют? Где союзники? Тоже все поумирали Я на зенитке Блин Приезжаю Захватывать точку Не едущий Серьезно что ли? Там уже Просто Летающие братья АФК Флагпанцер Ждет Так А как по нему попасть Ты еб Простите Попадание Опять минус казенник Первым же выстрелом Да как вы это делаете? Да я не понимаю Как? Почему казенник? Да он с размером Да блин Да вы серьезно? Почему? Он что один в этом танке? Это танк казенник? Фух Горит очко Команда умирает Очко горит Все идет по стандартному сценарию Ой у меня еще экипаж Серьезно помидоры Наведение закончилось на этом На цель Тут без шансов Кто здесь перед нами едет? Это ведь явно не союзник Ой господи Когда-нибудь я поверну эту башню У меня ощущение Как будто я на вулвере Да ты шутишь Конечно я его не пробил Я попал ему прям четенько И вы это должны были видеть Прям вот в казенник И игра сказала Пошел нахер А я и пошел Какие варианты ее просто Ставим ленты По наземным целям И летим Мне жарко Насколько Очко горит Аж жарко Стул плавится походу Пипец у них там самолетов А где моя команда? Где моя сосиска? У меня ее нет Команды Не сосиски Раз, два Где третий? Я видел три контакта Но перестал Я и тот-то вон не вижу На фоне этой сраной дымки Как вообще в этой игре Хоть что-то видеть? Так, ладно Смертник Хочет умереть А, попадание Без урона Еще одно Правильно А зачем наносить урон Когда можно не наносить? Я согласен Попадание Без урона Правильно Зачем наносить урон Если можно не наносить? То он меня через вертикаль перекрутит А меня собьет зенитка еще Он меня разведет просто на энергию Или собьет его союзник Ладно, он не уйдет уже? Надеюсь Нет, уйдет Я что-то решил поздно за ним доворачивать И он срезал Но он меня под зенитки вывел Но может все-таки ты соберешься Умереть, например? Я тебя кританул Будь человеком Попадание Я ненавижу эту игру Твою мать Я его еще и не вижу Потому что у меня самолет очень большой Он летает ему вообще насрать Ой, боже мой Какая же ненависть Исключительно честно Честнее не бывает Да сдохнешь ты или нет? Ты весь раскритованный Прекрати лететь Блин, сейчас монитор просто выкину Мне кажется Че-то это вообще прикол какой-то И та тварь летает Он натанковал Не знаю сколько Он летает дальше Ему насрать Команды нет Ай-яй-яй-яй Какая боль Отставить полеты Присаживайся, поговорим Так, все На сегодня точно заканчиваю тоже с танками Такое невозможно вытерпеть У меня все Я закончился для этой игры Просто АФК ССУ Это 37 ЗУД 37 стоит Они даже не пытаются А мы можем победить Попытаться Если перехватим точку А Ну, это маловероятно Кто запрещает попытаться? Че сдаваться раньше времени? Вот Делаем вот такую хитрую хитрость Они поехали там на респаун К нам убиваться А, они точку Б Пять Ладно Если б команда Моек-союзник Хоть Хоть на респауне Могла их перебить Но она даже на респауне Не хочет и не может Ну почему Ну почему вот таких выродков Закинул опять, а? С нулем Просто за 4 выезда Ноль Ноль Полный ноль 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 Но от него ничего не требуется Сверхъестественного А-а-а Кто бы дал мне захват оформить Эх Да ладно Мы все равно проиграли Че уж КВ-2 Что я могу сказать? Я испытываю ненависть сегодня По отношению к этой игре Потому что считаю то, что происходит Несправедливым В какой-то степени Но зенитка офигенная Сама по себе зенитка Как противотанковое средство Кайф Как противовоздушное Ну Очень такое себе Но у шведов вариантов-то особо нет ПБВшка тоже ублюдок тот еще Поэтому У шведов до ВИК-40 Нормальных зениток Противосамолетных-то и нет Как таковых Это вот очень странно И потому что штуки Тоже тяжело их использовать Но против танков Да Это самое оно Ну что ж Благодарю Что смотрели сегодня это видео Оно было преисполнено Какими-то невероятными эмоциями С вас лайк За интересные бои Ну а я пойду еще что-нибудь Такое же необычное И классное для вас снимать Увидимся в следующих видео Пока-пока